К разникам прошедшего дня знаний, первым сентябрём, начинаем сегодняшний вебинар. Давайте быстро поставим плюсики. Идёт трансляция? Перед звук появился хороший, да? Всё, ура! Наконец-то! Сейчас я перейду только ещё сам, туда на эту трансляцию, закрою. Там надо Жене тогда написать. Так, подождём немножко всех и начнём. Всё. Здравствуйте, доброго вечера, Андрей Андреевич. Доброго вечера. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Здравствуйте. Соня, плотненько двери закрой. Хорошо, зайчик. Хорошо, хорошо, их закрепим. Оп. Ура, здравствуйте, ура, здравствуйте. Ну что, видно и слышно, начнём тогда. Начнём. Да, с первого раза обычно ничего не удаётся, ничего в этом страшного нет. Сейчас перезапустим трансляцию в вебинарной комнате ещё. Вроде всё появилось. Отлично. Перезапустите трансляцию. Вот. Началось. Ура! Ну что, будем вести сегодняшний вебинар по эзотерике. Вас очень много. И я постараюсь ответить на вопросы. В прошлый раз вы задали очень много вопросов. Я на них не до конца ответил. Сегодня я бы хотел ещё дать несколько идей, которые вот меня очень интересуют и, наверное, будут вам интересны. Сегодня я разговаривал с одним журналистом, и журналист задал мне вот такой вопрос. Он сказал, ну, почему это произошло? Это он говорит о войне. С чем это связано? Почему и что будет дальше? Можно ли с какой-либо позиции рассмотреть данный вопрос? Да. Дело в том, что есть определённое понятие, которое во всём мире разделяет людей. Мы его прекрасно знаем, но, к сожалению, совершенно никогда на него не обращаем, ну, никакого внимания. Это понятие, которое называется уважение. Дело в том, что чем больше в социуме уважения, тем лучше в этом социуме живётся. А уважение, оно связано с ценностями. Как обычно происходит элемент формирования уважения? Смотрите, уважение – это ценности. Уважение – это хорошее отношение. Вот смотрите, как это устроено в книге Лао Цзи Дао Дэ Цзин. Там сказано, если народ уважает царя, то царь уважает народ. Вот такой элемент уважения, он очень важен. Дело в том, что если рассматривать людей, которые проживают на территории постсоветского пространства, и можно заметить особенности в поведении всех людей, которые очень подчёркивают характер таких людей. Это отсутствие уважения. Какого? Любого. Это отсутствие уважения в семье. Это мужчина не уважает женщину, не уважает тёщу, не уважает свекруху, не уважает людей на улице, не уважает людей где-либо, не уважает соседей, не уважает детей. Дети не уважают родителей. Не уважают врачей, не уважают педагогов, не уважают, когда друг другу что-либо говорят. И такое неуважение, оно проявляется еще и в виде черни. Вот когда я говорил, что люди черни или черные, что я имел в виду? Я говорил, что есть люди, которые не просто не уважают, а когда человек проявил элемент неуважения, он еще и плюнул в сторону того человека, в сторону которого он проявил неуважение, то есть еще и послал. То есть мужчина, что вы себе позволяете? Да пошла ты и вообще на себя посмотри кто ты. Вот такое неуважение и называется культурой. Вот такая культура, она обычно формируется. Я допустим человек или я допустим существо, которое будет смотреть на социальное положение общества. И вот смотрите, культурное общество получит больше, чем общество бескультурное. А как определить мне культуру? Как определить мне, как же это общество достойно получать привилегии? Это общество достойно жить хорошо или это общество не достойно жить хорошо? И этому есть объяснение общества, в котором отсутствует культура, общества, в котором отсутствует культура семейная, культура по отношению к государственным органам, культура по отношению органов, по отношению к людям, по отношению взрослых и детей, по отношению к другим субкультурам или просто культурам, педагогов к детям детей к педагогам людей по отношению к земле это когда бросают мусор по отношению к тому чтобы человек понимал что кроме него еще существует кто-то и что-то то я могу сказать что в том бескультурном обществе в котором мы проживаем она не достойна того чтобы она жила хорошо вот эта культура она очень важна вот эта культура она очень наблюдается когда человек приезжает в америку до когда человек приезжает в америку то к тебе относятся культурно то есть ты преподаватель если ты преподаватель то он хорошо будет относиться или ты должен хорошо относиться каждому ребенку к его родным к семье государственные органы хорошо к семьям относятся Семьи хорошо, государственным органам. В Германии то же самое происходит. То есть уважают милиционеров, милиция уважает людей, люди уважают государственную власть и так далее. Да, в семье не без уродов, но такая культура, она присутствует в каждом, наверное, обществе. Смотрите, допустим, в иудейском обществе прописано в Талмуде и в Торе, кстати, с шаббатом вас, прописано там хорошее отношение и уважение ко всем людям, которые носят национальность иудеи. Вот эта культура ислама, когда говорят, что нужно уважать родителей, нужно уважать мужчин, нужно там и так далее, она во многих культурах прописана, а в каких-то культурах не прописана. И вот это неуважение, оно пропитало людей. И когда люди говорят, когда же будет лучше, я знаю ответ, друзья мои, этот ответ звучит так, этот ответ исключительно гуманитарный. Станет лучше с момента, когда человек примет для себя доктрину уважения, когда человек будет сам примером того, что можно и нужно и хорошо было бы уважать других людей. Когда человек примет для себя доктрину безвозмездного уважения, землю уважать, соседей уважать, людей в транспорте уважать, полицейского, который останавливает, гаишника, то это все может распространяться. Именно это может сделать жизнь прекрасной. Вы представляете, почему немцы или жители Германии не хотят отдыхать с русскими людьми на пляже? Почему? Потому что те хамят, они напиваются, начинают хамить, грубить. То есть что они проявляют? Неуважение. Такого в большинстве своем в эволюционно развитых странах нет. И когда ты приезжаешь и начинаешь общаться с людьми, которые находятся в других странах, в Швейцарии, в Швеции, в Германии, в Америке, то обычно видишь уважение. Люди хотя бы создают визуальное уважение. То есть они тебе отвечают хорошо, не посылают, как обычно это происходит у нас. Знаете, как у нас? Дай, дай, сам пошел. То есть нет мата, нет бесконечной руганьи. С чего начинается утро у 90% населения русского? Оно начинается с того, что человек утром встает и говорит, да пошла ты, да пошел ты и так далее. Когда плохо относится к детям, к матерям, когда плохо относится ко всему. То есть если посмотреть на социум, я не обвиняю его. Это как бы мое такое мнение. То в этом социуме проявляется нетерпимость. Ну ладно, с нетерпимостью, это как бы днище и ниже дна. Но неуважение, конкретное неуважение, ненависть, неуважение, тогда что должно произойти? Почему Россия напала на Украину? Почему Украину хочет захватить Россия? Ничего не получится, потому что Украина победит в этой войне. И почему это произошло? Потому что огромное количество людей, пласт людей, которые проживают в Российской Федерации, привыкли жить с позиции неуважения. Точно так же, как и огромный пласт людей, которые живут в этой стране. И они тоже не уважают. И они отличаются от тех людей, которые проживают в Польше, которые проживают в Германии. Серьезно. Они отличаются, потому что жители Германии уважают полицию, уважают законы, уважают тех соседей, которые рядом живут. Уважают. То есть они уважают тех людей, которые рядом остановились, которые на заправках, которые еще... Они уважают землю, они не бросают, не сорят, не плюются, не орут, не напиваются, не воруют, не бьют, не рисуют, не уродуют, в лифты не поджигают кнопки и так далее. То есть почему в лифтах поджигают? Неуважение к тем, кто живет в доме. Ну почему их не уважать? Почему? Дикость. Это дикость. И получается огромная страна, которая живет по принципу неуважения, это огромная страна, она живет по принципу страхов и принуждения и ненависти. И что она хочет сделать? Она хочет объединиться с теми, которые точно так же не уважают и которые точно так же ненавидят. И хочет сделать их частью себя. Имеют ли они право? Отчасти да. Тогда единственный вариант этому миру измениться, единственный вариант сделать все для того, чтобы власть, имущее управление этим миром справедливо давало всем, взращивать в себе и в своих детях элементарное уважение. Не нужно детям говорить уважай меня, не уважай меня. Это неважно. Начинать необходимость себя. Уважение это когда промолчишь. Уважение это когда не нахамишь. Уважение когда не пошлешь. Уважение это когда уважаешь того человека, уважаешь землю, на которой ты не загрязняешь. Уважаешь на дороге людей, которых пропускаешь перед собой, а не подрезаешь. Уважаешь людей, которые рядом с тобой находятся. Иначе люди, которые не уважают друг друга, превращаются в стадо собак. Это прямо как настоящее стадо собак. Почему пишут плохие комментарии? Если поставить одну собаку за стеклянными дверями и другую с противоположной стороны, они будут друг друга видеть. Они будут гавкать друг на друга и показывать всеми своими способами, что они ненавидят друг друга. Но стоит дверь открыть, они вновь начинают друг друга облизывать или еще что-то делать. Почему так происходит? Так и у людей. Люди нормальные, если человек садится перед ноутбуком, он ненавидит. Почему? Многими людьми, которые живут в ненависти, в неуважении, которые считают, важно что они считают, они злятся на весь мир, потому что очень часто такими людьми управляет страх и ненависть. Страх, ненависть и зависть. И конечно страх, ненависть и зависть заставляют этих людей не уважать, кричать, гавкать, беситься и так далее. С чего начать? С себя. Как проявляется уважение? Не ругаться. Оно проявляется с того, что человек не нахальничает, не лезет вперед, уступает людям на заправке, там очередь. Когда человек для себя вырабатывает концепцию, что если ты приехал и поел шашлыка, то после этого собрал мусор, который там у тебя был и унес с собой. Это уважение к природе. Есть уважение к людям, которое заключается в том, что не подбрасывают мусор под двери четырехэтажки друг к другу. Уважение это когда в одиннадцать часов кто-то может сделать тише звук, а не включать, лишь бы ненавидя всех вокруг. Уважение это извинения. Почему люди осознанно решают, что им легче жить, не уважая вокруг себя никого? Куда делось это все? Было ли оно? Мы же не дикий народ. Почему я решил это сказать? Я когда-то был в Африке и я столкнулся с тем, что там абсолютно не было уважения. То есть они друг на друга кричали в доме, друг на друга на улице, запросто там могли арестовать кого-то, там кричали, били людей палками. Это я в Уганде был когда-то. И пришла такая, они не уважают друг с другом, друзья, которые дружат. При этом они отворачивались друг от друга. И друг говорил, да он плохой, не общайся с ним. Ну почему он же твой друг? Наоборот, по идее, если это твой друг, его необходимо уважать, ведь это же дружба. Нет, этого не происходило. В каком состоянии живет Африка? Она живет в ужасном. Товарищи, начинайте искать в своем сердце, начинайте искать и изменять себя. Пытайтесь найти то, что забыли. Это важно, потому что это то, что сможет изменить тот мир, в котором мы находимся. Как бы ни изменяли власть, один из элементов, который отличает дикаря от человека эволюционирующего, это наличие ценностей, среди которых душевные, духовные ценности имеют огромное значение. Когда проявляется уважение, когда проявляется толерантность, то человек, который проявляет толерантность и уважение, даже проявляя такое уважение к человеку, который убил другого человека. То есть он говорит, что этот человек, вероятно, был болен, вероятно, у него тяжелая жизнь. Я его уважаю, несмотря на то, что он это сделал. Пусть он отбывает срок заключения, но я все равно уважаю его как человека, как существо. Почему? Бог дал всем жизнь на этой земле, все перед Богом равны. Поэтому, если человек хочет и движется по пути к духовному росту, он должен понимать, что один из элементов правильного пути и правильного духовного роста – это уважение к другому человеку. Начните говорить периодически кому-нибудь. Вот смотрите, была у меня ситуация когда-то, человек очень напился и в отеле начал кричать. И там с такими волосами, видно, не первый день пил, и подошел, и я говорю, я вас уважаю. Он, что ты хочешь? Я говорю, я вас уважаю, я уважаю все, что вы говорите. Но уважайте и меня. Я тоже заслуживаю спокойствия какого-то и так далее. Он сразу же успокоился. Почему? Потому что пунтик включился. Потому что пьяные люди обычно считают, что их не уважают. Поэтому они и ругаются. Зачем они ругаются? По-русски это звучит так. Единственное, что я прошу, это немного уважения по отношению к себе. Именно поэтому человек, который ругается, он хочет уважения по отношению к себе, которого он не получает в том числе. Обычно люди обвиняют. Не обращайте на это внимание. Большое начинается с малого. Нельзя сразу поставить огромный дом. Он строится по чуть-чуть, с кирпича, с опалубки, с фундамента и так далее. Поэтому нельзя сказать, что если мир и высшая управляющая власть изменятся, то все остальные заживут. Нет, так не произойдет. Этого не может произойти. Почему? Когда нет уважения, есть хитрость. Когда нет уважения, есть презирание. Когда нет уважения, есть сталкивание людей между собой. Не уважения. Это то, что инфицировало тех людей, которые проживают. Ну и это индивидуальная работа каждого человека. Это внутренние, гуманитарные, духовные ценности людей. Не стоит об этом забывать. Очень интересное видео прислали. Это видео Альфа Ментал. Женщины, которые зовут... Которые зовут... Сейчас я скажу. Которую зовут... Одну Оля. Ака нашел. Одну зовут Виктория, другую Ольга. Значит, видео называется «855. Школа Кайлас. Демонические знания под соусом просветления. Вместо истины-магия и смерть». Когда женщина записала это видео, она представляет себя слипером. То есть человеком, который может снимать информацию с закрытыми глазами, просматривая действия другого человека. И она в этом видео говорит о том, что там... Я во время работы с этой девочкой, для которой она проводит этот сеанс, представляюсь в ее глазах, как страшное существо, рядом с которым находится дерево смерти, я так понял, которое гниет. Рядом находится там Вильзевул, и рядом находится сатана и так далее. Это не единоразовое такое проявление того, что снимают люди ясновидящие, когда они смотрят на меня. Обычно именно так и должно происходить. Это спасибо, это говорит о моей великолепной и хорошей работе. Ну и почему так обычно смотрят? Дело в том, что люди, которые занимаются эзотерикой, допустим, такие как я, или оккультизмом, такие люди как я, они активно помогают другим людям. Чем? Они помогают этим людям выздороветь и помогают им избавиться от заболеваний, тяжелых заболеваний. В эзотерике считается, что заболевание, которым болеет человек, это заболевание, которое может быть вызвано в том числе негативными, скорее всего, вот то, о чем она говорит, духами, которые находятся на обратной стороне. Какой обратной стороне? Когда человек закрывает глаза, он видит астральный мир. Если посмотреть на карты, то там одна карта, это человек с открытыми глазами днем, а вторая перевернутая под низом этой карты, это человеческая эманация или человеческое проявление в астральном мире. Когда в астральном мире человек живет, то в астральном мире во время сна на него могут происходить воздействия определенные. То есть это воздействие от духов, воздействие от долгов, воздействие еще чего-то. Люди, которые занимаются магией, которые занимаются ей профессионально, они должны иметь очень страшное астральное тело. Также я, как Андрей Дуйко, постоянно ставлю себе невидимую, то есть в астральном мире я ставлю для себя защиту. Вы представляете, если было бы так, что я каждый день принимаю огромное количество людей, у меня очень большая школа, больше 500 тысяч человек посещают мои занятия и так далее. И вот такое большое количество людей, с которыми мне постоянно приходится работать, и эти люди, а еще больше людей, которые ко мне плохо относятся, скорее всего, ну я думаю все-таки, что их меньше, это люди, которые хотели бы, чтобы у меня не получалось, хотели бы мне отомстить, хотели бы там на эзотерическом плане сделать так, чтобы у меня ничего не получалось, на физическом сделать что-то. А у меня как назло, молодость, здоровье, счастливая судьба, счастливые дети, я счастливый человек. И у них ничего не получается. Почему? Дело в том, что они видят сторону Андрея Дуйко. А Андрей Дуйко это человек, на которого легко повоздействовать. То есть если человек говорит, покажите мне Андрея Дуйко, то ему покажут астральную проекцию моего астрального двойника. И этот астральный двойник, это будет самое большое зло, которое может быть. Почему? Дело в том, что это моя защита. Если человек пытается меня просматривать, если пытается на меня повлиять, он будет знать мое имя Андрей Дуйко. Вы знаете, что в эзотерике есть понятие, которое называется духовное имя, которое обычно хранят в тайне. Так вот, если человек говорит духовное имя, тот, который занимается эзотерикой, то вот спросив, допустим, у меня есть духовное имя, хотя сейчас оно другое, но тем не менее скажу. Мое духовное имя Улар Гесер. То есть если меня просматривать как Улар Гесер, который влиял на кого-то, то возможно будет другая картинка. А если просматривать меня как Андрей Дуйко, то будете видеть огромную и страшную защиту, где я буду находиться рядом с самыми страшными классами гневных духов. Их 11. Это духи зла. Их 11. Я завтра буду о них рассказывать. Это духи Рак, Хадипиша, Мимикрикса, Рамы и так далее. Они имеют свои визуальные картинки. Люди, которые проходят мои ступени, получают защиту и знают, что такие существа могут очень существенно защищать их. И конечно, в тот момент, когда человек болеет и на астральном плане у него есть проблема, то мне нужно как работать? Я должен взять его проблему какую? Отогнать духов или там повлиять как-то на ее энергетическую структуру. То есть на астральный мир. И после этого это делается астралом на астрал. Конечно, что они будут просматривать? Просматривая Андрея Дуйко, вы будете просматривать зло. Почему? Я вообще не советую это делать. Когда люди просматривают просто меня, они будут получать по попе и будут в их жизни жутчайшие неприятности. Почему? Я об этом все время говорю. Я даже говорю о своем духовном имени. Я говорю, у меня есть имя Улар Гесер. Вы его просматривайте. Там хотя бы астрально-ментальный образ будет. А уже какое у меня там по-настоящему духовное имя? Ну я это вообще в тайне держу. Почему? Этого даже теща и мама не знают. Почему? Это даст возможность воздействовать на меня. Если человек знает духовное имя другого человека, то он может на него повоздействовать. И повоздействовать как в виде ключа. То есть это даст ему доступ к его душе, к его разуму, к его телу и еще к чему-то. Именно поэтому в христианской религии очень часто, когда человек получает обряд, который называется обрядом крещения, дают еще и духовное имя. Так, допустим, там человека зовут Николай, а ему дают духовное имя Илья в честь праздника Ильи или Николая в честь праздника Николая Победоноса или еще какое-либо имя в честь какого-либо праздника. Таким образом назначая ему своего ангела-защитника или ангела-хранителя. И как это все устроено. Так, глядя на человека крещеного, говорят, да этот Коля Пупкин какашка, чтобы он перевернулся. А у человека есть духовное имя. То есть повлиять на его душу вот такие имена или вот такие проклятия уже не смогут, если человек верующий. То есть у человека есть духовное имя, оно фактически является для него одним из элементов, хоть и не огромной такой, прямо тотальной, но защиты, которая помогает этому человеку быть более, наверное, сконцентрированным, менее вспыльчивым, ну и так далее. Именно поэтому, когда есть какое-то энергетическое влияние на ребенка, на мать, потому что через мать происходит влияние, то некоторых детей крестят и потом они спят хорошо, едят хорошо и так далее. Почему же происходит такой нонсенс? Причем тут крещеное имя? Вернее, причем тут крещение? Ну, крещение крещением, здесь как раз говорится о том, что во время крещения было дано имя, наречение было духовного имени. И таким образом, получив духовное имя, о котором не знают обычные люди, человека посылают или в его сторону идет какая-то негативная вибрация, она к нему не доходит. То есть, все что угодно может пострадать, кроме его души, все что угодно, кроме его чувств. Таким образом, влиять на такого человека, как правило, в некоторых случаях невозможно. Поэтому, когда человек, первое, просматривает с закрытыми глазами, да еще и Андрея Дуйко, то единственное, что он сможет увидеть моего астрального двойника. Просьба, не делайте этого. И второе, я уважаю то, что вы делаете, но обучайтесь делать это правильно. Потому что и вы совершаете ошибки, когда просматриваете вот такое. Почему? Потому что, когда вы просматриваете такое, то тоже подхватываете. А вы же люди обычные. Вы обычная там Оля и обычная там, не помню, там Таня или как вас зовут. Поэтому аккуратно, зайчики мои. С Олей и так далее. Продолжаем. Закончили с Олей. Как на меня подписаться? Сделать это легко. Переходите на мой канал в Ютубе, пишите Андрей Дуйко и подписывайтесь. По поводу людей, которые там оставляют плохие отзывы и так далее. Один человек, абсолютно один человек, смотрите. Один человек может задаться задачей или задаться целью и написать огромное количество негативных отзывов, где он только захочет. Но когда человек другой захочет найти этот негативный отзыв, то он его найдет. Но смотрят ли о позитивных отзывах? Если эти позитивные, конечно. Смотрите, если сейчас написать там Дуйко Шарлатан, Дуйко негативные отзывы, то будет там запросов, допустим, там 25 тысяч в месяц. Если написать деятельность Дуйко положительные отзывы, то будет 3 тысячи. Скажите, почему так люди устроены? Для того, чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Вообще хочу вам сказать. В очередной раз я человек состоявшийся, и я человек состоятельный. И от того, будете вы у меня обучаться или нет, для меня это не играет никакого на самом деле значения. Я научился зарабатывать деньги другими способами. Поэтому я никогда в своих видео не призываю вас проходить ступени, не призываю вас проходить мои семинары и курсы, не призываю. Даже на моем сайте, если вы на него зайдете, на первых таких баннерах не написано там ступени, покупай срочно и так далее. Обычно человек выбирает и там, кстати, что там у меня на этом сайте, там обычно можно посмотреть вебинары бесплатно, там можно посмотреть кучу статей, куча мантр, есть книги, есть бесплатные книги, я их сделал и повыкладывал у себя на YouTube канале. Это доктрина бизнеса, которая раньше была платной, это Ваджарное сердце, моя книга, она тоже бесплатно выложена. Есть ряд семинаров, больше 1300 видео, которые можно просматривать их, это видео, которые посвящены эзотерике. Есть столько же видео, которые посвящены здоровью, традиционной медицине, нетрадиционной медицине, китайской медицине, рефлексологии, ирисодиагностики. И там огромное количество просто информации. Люди обычно говорят, что как такой человек молодой, и он все знает и так далее. Есть люди, которые не могут запомнить, а есть люди, которые не могут забыть. Это называется феномен. Понимаете, и вот ничего с этим сделать нельзя. Феномен. И вот такая феноменальная память на что-то, феноменальные возможности, феноменальный успех, феноменальные силы и так далее. Это все дает вот такие мне возможности. Какие возможности? Ну, я обычно говорю такие слова. Если ты такой всемогущий, почему ты бедный? Если ты такой всемогущий, почему больной? Как вот, допустим, с этой девочкой, которая провела исследование и сказала там, что со мной. Но ведь у девочки есть проблемы с глазами. И с левым глазом, и с правым. С левым глазом вообще плохо. То есть нужно было бы лечить уже это или обращать на это внимание. Макула, дистрофия, давление высокое, гипертоническое заболевание. Хотя, скорее всего, она думает, что этого нет. Ну, мне лично все равно. Это все связано с тем, что высокая кислотность желудка. Ну, мне-то какая разница, знаете. Ну, и если такая способная, если умеешь снимать информацию, если все решаешь вот таким образом, что себя не полечить-то? Ведь можно себя полечить. Вылечи себя, сделай себя богатым. Я все время говорю эти слова. Уважаемые друзья, если вы называете себя теми людьми, которые могут научить других людей, научить успеху, тогда покажите свою успешность. Какая успешность? Ну, почему в вашем канале, если вы такой интересный, успешный человек, небольшое количество людей. Если вы успешные бизнесмены, проводите лекции, связанные с бизнесом, где ваши доказательства успеха? Ну, там, три машины, золотые часы, дорогая одежда. Если вы человек, который говорит о семье, где ваша успешная семья? Где жена, которая вас обожает? Знаете, интересные люди, которые пишут, да, она с ним живет, моя жена живет с Дуйко, она живет с ним уже долго живет. У нас пять детей. Скажите, женщина, которая не любит мужчину, будет рожать ему пятерых детей? Ну-ну. Знаете, возможно, в средние века, если бы мы были мусульманами и исповедовал бы я ислам, то, возможно, да. Но сейчас мир другой. Моя жена, она дочка академика, признанного во всем мире. Человека, который имеет, имел, вернее, больше за 100 патентов, которые по сей день приносят пользу и получал премии Советского Союза как инженер и так далее, который отстраивал и строил и заводы, и делал все для Советского Союза, для Украины и так далее. И был очень-очень грамотный человек до последнего дня. И, конечно, я могу сказать, что когда мы познакомились с моей женой, то у нее был достаточно большой приход денег. То есть она зарабатывала в компании, занималась исследованиями медицинскими. У нее приличный доход. Она больше 6 тысяч долларов в месяц зарабатывала. Но она пошла на то, чтобы быть рядом со мной, чтобы родить мне ребенка. Почему? Любовь. Вы когда-нибудь слышали об этом? Если кто-то не слышал о том, что она существует, и да, можно полюбить толстого, и да, можно полюбить носатого, и да, можно полюбить лысого. Любовь зла. Понимаете? В этом особенность. И мне понравилось, и я выбирал для себя, и мне тоже нужна была женщина такая. И да, я хорошо отношусь к близким людям. И да, я обожаю ее маму. И да, я свою маму обожаю. И да, я люблю и ценю своих родственников. Да, я их уважаю. Я уважаю вас. Я уважаю вас за выбор. Я уважаю вас за то, что у вас есть силы сказать, что мне это не подходит. А мне это... Пусть, конечно, конечно. Пусть, пусть жизнь будет. Я только за то, чтобы те люди, которые говорят, он плохой, я хороший, чтобы они это говорили, не верьте только мне. И все он, что говорит, чушь и так далее. Но если это чушь, почему я счастливый? Почему я здоровый? После огромного количества уже... Сколько там? Ну, наверное, лет... В школе, наверное, лет 12-13. То есть 12-13 лет я облапашиваю людей, зарабатываю миллионы на этом всем. И при этом я не посажен. Меня никто не разыскивает. Меня никто не избил. Мне никто там... Ни одним словом все хорошо. Почему так-то? Почему? Почему я говорю, учитесь у меня? Учитесь у меня. Чему я могу научить? Везению, доброте и уважению. И успешности. А еще любви, которую я испытываю по отношению к детям. И еще и любви, которую я испытываю к жене и к родным. Кстати, никогда плохо не вспоминайте о том, кто умер. И никогда плохо не вспоминайте о том, кто когда-либо сделал вам что-то плохое. Это очень ломает вашу жизнь. Вот те воспоминания, особенно плохие, они очень деструктивные. Поэтому не делайте этого. Болит копчик. Что делать? Если болит копчик, прикладывайте два варианта. Первый вариант это соль и сода. Второй вариант это моча утренняя. Третий уксус. Есть еще четвертый. Это алоэ. Его необходимо разжевать. Алоэ лист. И приложить. Также можно сделать великолепное средство золотой ус. Берете золотой ус, настаиваете его, заливаете водкой, настаиваете его 30 дней. Натираете место, где болит копчик. Тоже помогает. Почему болит копчик? Тибетская медицина говорит, что при плохом выделении желчи и при высоком выделении соляной кислоты начинает у человека болеть копчик. Также там может появляться свищ. И они там говорят, это высокий пекин и высокий линк или лунк. и они говорят, что скорее всего этот человек принимает какие-либо стимуляторы. То есть это может быть алкоголь или сахар или еще что-то. Поднимается вата и вата увеличивается в голове и вот таким образом создает боль в копчике. Именно поэтому я часто говорю, боль в копчике может быть признаком сахарного диабета второго типа или затянувшегося выпивания алкоголя. Поэтому в случае если болит копчик не нужно принимать алкоголь а также потому что соляной кислоты много выделяется. А также полечить избавиться от избыточного веса и полечить печень и поджелудочную железу. У нас же есть целый ряд препаратов медицинских которые способны это сделать. Там Аллахол Гепабены ну и Гепабены Форты их там очень много. Попробуйте. Опять-таки а если не поможет? Но если не поможет тогда обратитесь к врачу. Алёна Шурыдина подскажите можно ли как-то эзотерически помочь себе выбрать имя для ребёнка? Да, можно. Необходимо написать буквы от А до Я. Я не знаю есть на все буквы имена или нет. После этого представить на шкале такой длинной на листе бумаги и после этого представить будто там двигается стрелка такая огненная вот над этими буквами и сказать себе на какую букву на какую букву назвать ребёнка чтобы он был счастливый. И сразу же появится буква для вашего хорошо будет если будет на букву А и на букву Ю и на букву В. Поэтому выбирайте. Марина Чубрей Как помочь родителям при болезни Альцгеймера? Спасибо. Какие препараты ваши использовать? Использовать препараты битулиновая кислота. Великолепный препарат. Могу сказать, что препарат битулиновая кислота на протяжении одного дня на протяжении одного дня убирает самую затянувшуюся аллергию. То есть если у вас аллергия вы постоянно принимаете от аллергии препараты антигистаминные препараты и вы этим страдаете или астмой страдаете. В книге вот такой вот умной написано Энфизема лёгких. Надо же, как это я не открыл на астме. Вот здесь написано по астме и здесь написано что астма является всегда проявлением аллергии. И есть литература неспецифическая астма неспецифическая пневмония и здесь сказано о том, что это всё связано с появлением у человека аллергии. Книга называется Руководство по внутренним болезням третий том. Всего их 20. Они все у меня есть. Я могу показать. И конечно в случае если человек болеет астмой можно ли её вылечить? Да, принимая битулиновую кислоту. Можно ли вылечить заболевание Альцгеймера? Да, если принимать битулиновую кислоту. Можно ли от аллергии избавиться? Да, принимая битулиновую кислоту. Можно ли эзотерически сегодня же вебинар эзотерический как-то помогать? Да. Каким образом? Существует ряд принципов, которые могут помочь человеку один человек другому может помочь? Первый принцип. Необходимо не подходя к человеку а находясь на расстоянии каком-либо можно даже на другой стороне планеты не закрывая глаза представить вашего маму или родственника который болеет этим заболеванием но представить с одной стороны его здоровым а с другой стороны с проявляющейся с проявляющейся патологией заболевания Альцгеймера и взять и их между собой разделить то есть тот, который болеет Альцгеймера в одну сторону а тот, который здоровый в другую после этого между ними здоровым и больным выстроить большую каменную стену медленно из кирпичиков потом взять того, который болеет и начать оскорблять каким образом ах ты какашка ах ты нехорошая ах ты и ругать ее прямо можно матом потом представить будто это заболевание является старым существом горбатым подвести его к двери там где живут ваши родители мысленно открыть дверь поставить так, чтобы это существо стояло к вам попой и вытолкнуть за территорию двери и сказать пошло отсюда больше видеть тебя не хочу это не конец то существо которое осталось здоровое существо ваш родственник необходимо сложить ручки сказать пусть головка у тебя работает хорошо пусть зрение у тебя работает хорошо ты мой зайчик будь здоровый и так далее придумывать чего-то особенное больше не нужно в самом конце если вы проходили ступени запечатайте такого человека со словами ом ахум хахохрим как я это обучаю на первой ступени школы Кайлас Ирина Кенсицкая ответила раньше как избавиться от хронической усталости если вы утром просыпаетесь и делаете глубокий выдох и короткий вдох а на ночь глубокий вдох и короткий выдох то усталость исчезнет правда вот попробуйте утром просыпаетесь и делайте так а перед сном сядьте и сделайте ну хотя бы 30-40 раз длинный вдох короткий выдох вот так если делать вот такие дыхательные упражнения то быстро усталость уйдет на ночь холодный душ утром горячий душ на тусик бобровская у меня вопрос когда закончится война с агрессором война с агрессором оккупантами российской федерации закончится в 2023 году в феврале в конце февраля будет произведен какой-то операция будет называться либо шторм либо гроза не знаю когда допустим есть вот такая информация о ней могу тоже сказать если это интересно хоть это и не эзотерические очень много людей начали писать мне о том вы же бомбили Донбасс вы там негодяи и так далее и так далее я хочу себе я хочу вам объяснить свое мнение первое когда говорят о том что мы прыгали во время Майдана и там мы же сами это заслужили я хочу сказать первый раз прыгали во время того когда Ельцин на танках сверг Советский Союз скажите это же был Майдан что прыгали кому мешал Советский Союз но он тем не менее свергнул режим главой тогда режима был генеральный секретарь коммунистической партии фамилия которого была Горбачев Никита Сергеев Михаил Сергеевич и скажите это же было незаконно друзья это было незаконно и вся власть которая впоследствии появилась она была незаконная ее очень долгое время не принимали да скажите мне зачем были убиты в Чечне 40 тысяч человек кто-то может объяснить зачем Российская Федерация сделала зачистки и разрушила и уничтожила 40 тысяч человек мирного населения в Чечне ради чего что это было демилитаризация геноцификация что это было почему Гиркин Стрелков который начал управлять Донецкой Народной Республикой был жителем Российской Федерации и почему он возглавил восстание в Донецке которая решила что она не хочет быть частью Украины скажите когда там образовался котел то откуда в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике взялось огромное количество оружия и танков из Российской Федерации где оно взялось скажите кто им дал я понимаю если бы у них украинское было вооружение но оно же было там русское когда допустим Российская Федерация сейчас говорит а у нас а у нас вот а у вас допустим бандеровцы я хочу и в этом случае вам сказать следующее когда начиналась Великая Отечественная война то в Великой Отечественной войне Германия когда начала войну и начало наступление на Польшу и так далее то в Германии было 170 тысяч человек вооружения 170 тысяч человек войска а уже в 42 и 43 в 43 году было 1 миллион 200 тысяч солдат скажите где взялся 1 миллион и 100 тысяч вот этим одним миллионом 100 тысяч были коллаборанты среди которых 117 тысяч были жители русские это были русские жители которые перешли на сторону конкретно СС и это были компании которые имели название там была первая казацкая армия СС там Друнвальд СС был и так далее далее на втором месте стояла Литва там тоже их было за 100 тысяч человек в Украине было 7 тысяч человек а это Шухевич то есть это были войска Шухевича вот и конец прикиньте и получается когда говорят но у вас вот это но у вас тоже у вас тоже и на сегодняшний день некоторые организации которые назывались войсками СС до сих пор официально функционируют да представляете как это печально поэтому давайте вспомним Иисуса Христа который сказал перед тем как говорить кому-то о соломинке нужно сначала достать бревно из своего глаза вот так ну не было бы этого разговора если бы предварительно не было бы этого обсуждения там бесконечного моего обвинения просто эти вопросы возникают но раз они возникают я решил на них ответить ну вот приблизительно так здравствуйте ученица первой ступени получится ли издать книгу детских стихов получится но вы на этом не заработаете но это вам в вашей жизни поможет быть в дальнейшем популярным среди детей и в вашем творчестве в вашем бизнесе который будет посвящен детям будет это помогать да очень хорошо писать книжки очень хорошо этим заниматься Карина Козма я к вам с вопросом у меня есть овощной магазин на юге Франции я стараюсь чтобы моя работа нравилась я не чувствую себя счастливой я не знаю куда идти боюсь бросить работу не могу найти то что мне нравится я так хочу найти что-то меня достает мне удовольствие просыпаться каждое утро можете ли вы направить меня к моей судьбе пожалуйста посоветуйте что-нибудь пожалуйста вам нужно находиться где-то где будет море и заниматься бизнесом который будет связан с морем не знаю вплоть до сдачи в аренду и не бойтесь у вас все будет хорошо уже до конца следующего года вы будете и богаче и веселее и счастливее не переживайте у вас сейчас как раз такой вероломный поворотный момент оксана глушко почему из-за россии всех русских не любят объяснение этому тоже есть смотрите если бы не было на сегодняшний день русских людей на территории украины то ее не нужно было бы освобождать от русских вернее ее не нужно было бы их не нужно было бы спасать вот в чем проблема вообще смотрите сейчас наличие человека на территории германии который имеет русский паспорт опасно для территории германии почему одной из закономерностей того что в свое время путин сказал он сказал мы будем демилитаризировать деноцифицировать ну и украины вообще страны не существовало будем помогать русскому народу ну и после этого само наличие понятия русский народ на территории украины или другой страны стало опасным ведь сегодня они деноцифицируют украину а завтра начнет деноцифицировать Польшу там тоже русские люди живут деноцифицировать Литву деноцифицировать Германию я не знаю можно что угодно в Египте проживает 20 тысяч населения русских может деноцифицировать Египет понимаете само наличие сейчас при такой власти русских людей на территории другой страны делает опасным нахождение этой страны и нахождение в ней вот таких людей что я могу сделать это вот мое мнение такое почему потому что у них в голову защелк придет какой-то они придут и скажут мы пришли и будем вас бомбить потому что будем вас деноцифицировать будем спасать русских знаете очень странное спасение такое такое дело я уважаю когда у меня наконец-то появятся внуки а уже за два года и появятся Наталья Лысенко я уезжала и запрятала украинские документы потом приехала и не могла их найти а через некоторое время они лежали на месте мог ли кто-то взять нет никто имущество не заберет никто вас не хочет там кидануть ничего такого Ирина Ковальчук за последние 4 месяца стала сильно болеть врачи не могут определиться что со мной советуют операцию я боюсь может у меня онкология еще делать операцию на коленном суставе в сентябре помогут консервативные методы лечения нет магические вмешательства у вас не магические вмешательства у вас сахарный диабет второго типа и у вас диабетическая микроангиопатия которая привела к развитию атеросклероза а также у вас диабетическая полинаэропатия и артропатия которая проявляется в ограничении подвижности уменьшения количества синавиальной жидкости и повышения вязкости в суставе из-за этого болит и общее ваше самочувствие оно может быть изменено если вы просто обратитесь к обычному эндокринологу а то что у вас происходит вот сейчас изменение психики настроение эмоциональная лоббильность депрессия это у вас происходит интоксикация центральной нервной системе на фоне сахарного диабета второго типа уважаемая госпожа Ирина Ковальчук вот так Элла Фердман здравствуйте подскажите как можно вылечить тяжесть в ногах и боль под коленом и боль в пятке спасибо огромное эзотерический способ эзотерический способ даже не эзотерический а народный способ это вот золотой ус о котором я говорил есть еще такой способ болтанка делается или болтушка натирать нашатырным спиртом помогает второе есть еще в случае если такое появляется вот такой универсальный есть способ сырое яйцо в скорлупе заливается уксусом столовым очень часто вопросы эссенции столовым уксусом вообще не имеет значения столовым яблочным чем кислее тем лучше на самом деле это не имеет значения сколько процентов почему все равно после того когда яйцо разбивается то все что в яйце вытекает и вот то что вытекает все равно делает эссенцию там не больше 10% а 9% уксус делает вообще мало ну вообще не надо эссенцию просто обычный столовый уксус в бутылках которые продаются для шашлыка и берется такой уксус заливается яйцо в скорлупе в маленькой баночке после чего настаивается так чтобы яйцо покрылось уксусом больше не нужно настаиваться 10-14 дней 2 недели в темном месте потом прокалывается взбалтывается и вот этим натираем места где болят суставы поясница позвоночник там остеохондроз там и даже грыжи там и так далее все это очень помогает даже при остео допустим есть там коксартроз вот при коксартрозе тоже помогает вот рекомендую 100% помогает очень много раз использовал маме своей помогал даже когда-то Ирена Ибач здравствуйте у меня получится заниматься целительством прошла семинары целительства христианской магии несомненно смело занимайтесь все что вам необходимо это только небольшое желание и активность в этом направлении найдите для себя пациента начните рассказывать о своих способностях у вас будут обязательно будут тут же будут люди Юля мне 25 стоит продолжать то чем я занимаюсь стоит да когда будет любящий человек очень быстро уже до 27 замуж выйдете будет ли семья хорошая будет смотрю ваши вебинары делаю практики делаю практики моя мама вас обожает да Ирина дали добро морякам за границу но сейчас опять отправили на доработку это не обман что-то долго дорабатывается все уже сомневаются я уже говорил что быстро с моряками там ничего не получится поэтому пусть ищут для себя работу не ждут и так далее вот так Людмила Богуславская прошу вас предскажите будь ласка чем не варто продолжу это ДВТ за квартиру моей давней подруги да правильно делает ДВТ дальше дали и да у вас она отблагодарить и вам достанется все нормально Елизавета Ратнер Андрей Андрей скажите как можно помочь человеку с биполярным синдромом представляете человека с закрытыми глазами желательно когда человек будет спать представляете будто в этом человеке вместо него в темной оболочке видите белую оболочку представляете будто вы эту белую оболочку делаете на выдохе меньше 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 и она между ногами становится размера как фасолина потом представляете будто вы выкапываете ямку и туда эту фасолину бросаете и закапываете вот так делаете руками и произносите Ом Ямара Цихум Ом Чегемо и в несколько раз хум пхат хум пхат ом ямара цехом ом че гима хум хум пхат хум пхат потом представляя человека произносите три слова первый слог это первый слог к истеплову второй слог забыл что ли значит без слога зайнап мам боева не знаю что спросить супер спасибо вам за это здрасте андрей андреевич людмила толмачева не уверена что получу или увижу ответ мне 70 лет чувствую я себя хорошо но очень сильно не имеют руки кисти рук врачам ходила и очень дорого какой ваш совет это бурсит берете мочу и прикладывайте салфетки прямо вот к этим плечам также каждый день на ночь съедайте одну столовую ложку меда это поможет серьезно есть еще третий вариант если не будет первое второе помогать смешайте мед с солью прикладывайте в виде компресса на плечевые суставы вот елена берс калны и дренд речь у меня ушел сын 0808 22 не болел два сына жена как так вы религиозный человек так вот есть такое понятие называется пути господни неисповедимы почему забирают хороших людей потому что в месте где живет огромное количество плохих нет месту доброте и хорошим людям почему забирают умных в том месте где живет огромное количество дураков нет места умным понимаете мир выдавливает как бильярдными шарами хороших людей очень часто это происходит я это вижу я это часто кстати вижу знаете либо человек должен становиться таким либо его просто забирают почему но это единственный вариант чтобы этот человек оставил свою душу неизменной и не скатился не скотинился даже знаете именно поэтому вот такие часто проблемы я очень часто говорю допустим там мужчина живет ни с кем не общается там в лес уходит я говорю ему нужно поменять место жительства иначе этот мир его иначе он потеряется или иначе его заберет бог почему дело в том что он страдает от страдает не потому что не потому что кто-то плохой или он просто живет в социуме и концентрация в этом социуме людей отличающихся от него невероятно высокая ему там не место просто вот в такой концентрации люди и вот из-за этого это все происходит также есть такое понятие как долг кармический что такое кармический долг у меня была ситуация в моей жизни когда-то рассказывал о ней ехал я жил в египте и сахал хашиши и у меня там машина была и приехали знакомые подруги какие-то чьи-то и они там мне говорят андрей андреевич вы в хургаду едете свозите нас в хургаду я говорю хорошо свозил их в хургаду привез потом одна говорит мне на следующий день я хочу полотенце там купить свозите меня я ее свозил а вторая подходит ой меня как бы на шару я грину садитесь после этого третий раз так произошло потом они четвертый раз вот они мне за это ни копейки не заплатили нужны ли были мне деньги нет мне не нужны но почему я должен был заправляться и тратить свое время ради них а это называется на шару но нужно знать когда человек делает на шару то тот кому он делает это или тот кого он использует или эксплуатирует на шару становится должен этому человеку долг такой накапливается и когда у человека нечего забрать то могут забрать самое дорогое жизнь этого человека счастливую судьбу а могут забрать близкого человека люди не живите на шару это не хорошо от этого в дальнейшем это долг то есть это долг накапливается и в здравствуйте если поставить в уксусе голубиное яйцо подействует как куриное не знаю вы попробуйте мне скажите но я даже гипотезе ну наверно я не знаю я не знаю состава голубиного ирина горожанинова подскажите пожалуйста стоит ли переезжать в россию к детям из казахстана стоит наталья под если код для спокойного вождения авто он есть а здесь не дам ирина дали добро морякам ответил получится у меня заниматься ты ответил смогу ли я осилить целительство гипнозом и будут ли успехи в инвестициях целительство гипнозом освоите успех в инвестициях нет поэтому не будет у вас счастья не заработаете деньги от инвестиций даже не видитесь и на вербейтска спасибо за ваш труд все работает нужный момент есть всегда подсказки ваши очень благодарна вам ученица радости и счастья в доме спасибо добрый вечер андрей андрей скажите пожалуйста гадание на кофейной гуще это плохо нет это неплохо я люблю гадание у меня для этого есть даже вот такие бумажечки видите видите как они выглядят такие вот бумажки влад скажите кому можно поклоняться чтобы становиться физически сильнее мудрее так далее мани или муни муни мани муни муни махамуни муни ясоха читайте такую мантру муни это сильное существо для того чтобы быть красивым манджу шри либо шри либо этому либо крышни кришна был красивый он женщинам нравился считается если человек не может выйти замуж если женщинам не нравится если женщина мужчинам не нравится то нужно читать мантру кришны влад спрашивает да посмотрим что ожидает влада влада ожидает работа она ему ожидает и эта работа будет связана с тем что он будет обретет скором времени работала и она будет связана с тем что больше всего будут работать в этом всем глаза то есть эта работа компьютерщика аналитика и чего-то что связано с управлением здрасте уважаемый андрей андрей очень интересно рассказывайте расскажите пожалуйста о войне которая сейчас идет так рассказал вроде в начале здрасте обманули на большую для меня сумму денег еще и в кредит залез плюс на работе понизили несправедливо после этих событий невозможно радоваться андрей андрей что мне делать нет вариантов никаких человек скатывается в случае если он пытается перейти на новый уровень надо радоваться произносите тысячу раз на протяжении дня слова мне нравится это мне нравится то мне нравится это мне нравится то всегда помните что наша жизнь она связана с тем чтобы давать человеку счастья каким образом это изменяется или как это все работает это работает так то что вы говорите называется отсутствие удачи удача управляется чувствами счастья и радости неважно это танцы песни не удача это минус удача это плюс так вот нужно плюсовать радость своем сердце тогда удача будет жизни появляться как вот я радуюсь я обращаю внимание на то что у меня есть дети с ними играть вот я читаю семинара мне нравится вот я пью чайок он мне нравится я стараюсь делать так чтобы все вокруг мне нравилось и вот такое мне нравится делает меня удачливым человеком хотите верьте хотите нет посмотрим что там руслану будет руслану будет вам придется разобраться в клубке философски но вам у вас есть еще и кредит в банке обалдеть вам не переживайте у вас вам помогут причем очень хорошо помогут женщина какая-то поможет очень все будет хорошо не переживайте у вас вопрос ваш решается через женщину андрей андреевич ответьте мне за внука максима рождения пожалуйста переживаем за него будущий офицер учится в институте мчс теперешнее время опасная профессия опасная профессия пусть учится все хорошо будет его жизни он не погибнет ничего плохого я не вижу все нормально здрасте андрей андреевич хочется услышать именно от вас подскажите у нас девочка или мальчик девочка или мальчик покажите мне девочка у них или мальчик мальчик показали мальчика татьяна черненко у внука врожденная патология почек и мочеточника сейчас 10 лет много было операции сейчас ремиссия а как дальше принимайте препарат битулиновая кислота он поможет вам трассе андрей андреевич подскажите сын поступил учиться в братиславу не дают подтверждения на поселение в общежитии может нужно может не нужно туда ехать если не складывается с жильем вы должны знать что после того когда он там начнет жить вам нужно будет тратить в год на него 24-30 тысяч евро если у вас этих денег нет не начинайте его обучение если эти деньги есть то тогда не общежитие нужно искать а съемную квартиру там шары не бывает это капиталистическая страна там за все надо платить там нужно сначала снять чтобы он поучился а потом он найдет общежитие там так работает эта система также смотрю ваши вебинары узнаю много нового мир для меня изменился но но до и после спасибо одной женщины которая мне вас посоветовал пожалуйста подскажите пожалуйста чем мне лучше заниматься нет не подскажу зачем нет у меня сегодня с хозяйкой квартирой какая-то проблема возникла нам съезжать или нет нет это у него заскок можете договориться позвоните ей извинитесь чтобы она не говорила скажите мы хотим продолжать давайте гарно тамирного вечера вам андрей андреевич так зараз болячий хочу запитаты кулия зустрину доброго турботлого то любитого человека че знов помиримось и с чоловиком на разе мы разводимось не помиритесь но быстро найдете нового хороший будет такой хороший будет лучше чем лучше чем тут махните руку это не он уходит а вы его посылать ох нормально вы еще красивая у вас будет там выберете себе все будет очень хорошо меня сергей зовут андрей андрей здрасте у меня бабушка сейчас болеет скажите будет ли все в порядке с ней чем бы мог ей помочь будет все в порядке пусть и врачи помогают давайте это будете делать не вы вы скорее всего не знаете как это делать обучать вас как помогать бабушке я точно не буду спасибо скажите мой муж закончил курсы по вождению траков стоит ли ему работать на траке лучше по старой специальности по старой специальности лучше на траках хуже будет я ученица ступени мучает болт в спине очень прошу пожалуйста как вылечить у меня болезнь бехтерева возможно ли это хотя бы облегчить свое состояние берется тесто обычное и вот этим тестом как тесто катают на столе катается вот так место где болит вот где болт где поясница катается вот если катать один день делать медовый массаж а второй день выкатывать на человеке тесто прям муку сыпать и выкатывать вот так то можно очень улучшить состояние вашего заболевания также уйдет боль которая связана с болью в самим заболеванием синдромом что будет в крыму крым будет украинскими будет принадлежать украине его отдадут скорее всего здрасте скажите что делать если брат коля пьет я об этом сказал еще сказал во время нового года в позапрошлом году я сказал как хотите это воспринимать и крым будет украинским и в тот момент когда в тот момент когда крым стал российским ей тогда говорю что он будет украинским кто бы возмущался не возмущался я не при чем я вообще не при чем мне конечно же хочется чтобы украинская принадлежала украине но как эзотерик ну для меня это не играет какой-то там глобальной важной роль конечно я за то чтобы украине принадлежал крым но это не мои чувства это снятие информации андрей андреевич подскажите пожалуйста что делать чтобы мужчина не ревновал чтобы мужчина не ревновал начните ему говорить в постели насколько он хорош и мне так с тобой хорошо и ты прямо особенно хорош в постели и мне никогда не было ни с одним мужчиной так хорошо и мне нравится с тобой интим это и все и после этого он ревновать перестанет что такое ревностью мужчин ревностью мужчин это элемент когда женщина когда он думает что он не удовлетворяет свою женщину а он не может догадаться может и не удовлетворяет знаете и так далее ну мы же можем показать ему как будто удовлетворять чтобы не ревновал вся наша жизнь игра знаете пусть она будет расти подскажите какие шумы слушать с полузакрытыми глазами для большей эффективности. Все слушайте с открытыми. Доброго времени суток. Моя тетя болеет, у нее проблема с глазами. Ей слово направое, шейка тазобедренного сустава. Умоляю, подскажите, как помочь. Ассель, что я должен вам сказать? Что, моя милая, что я должен сказать? Кто ее будет лечить? Что вы хотите от меня? Что мне нужно сказать? Мне нужно сказать, чтобы вы ее начали лечить. Я не могу понять, что вы хотите. Вам препараты сказать, какие принимать. Я не понял вопрос. Но человек в очень тяжелом состоянии. Пусть им занимаются врачи. Артроста тазобедренного сустава лечится. Перелом лечится. Глаза лечатся. Что можно помочь? Ну, обращайте внимание. Наймите сиделку. Делайте так, чтобы там постоянно кто-то находился. Вымаливайте ее здоровье. Складывайте ручки по утрам. И говорите, пусть тетя встает. Пусть у нее все хорошо. Пусть расстается там. Давайте ей желатин. Одна столовая ложка желатина на стакан кипятка. Давайте, когда остынет ей, чтобы она пила по стакану два раза в день. Глюкозамин, хандроитин. Противовоспалительный препарат. Назначение врачей. Ну, дайте ей витамин D3, альфа-лепоевую кислоту. Валентина Владимировна, умови чоловіка, нарковая недостатність. Как можно тримаемость, лекуемость, как прогрессует хвороба, что нас чекает. Чекают негарные новины. Али, це можна все змінити, як все ви будете вживати битулинову кислоту. Купите на моем сайте tibetan-formula.com битулиновую кислоту. Применяйте ее, и почки сможете запустить. Здрасте, мирного неба, когда начну зарабатывать деньги. Ну, что ж. Хороший получился у нас вебинар. Светлана Астасевич. Извините, что не коротко напишу. Ой, приятно. Болит уже очень вопросов много. Очень хочу спасти семью. Мужа уводит соперница. Говорят, что привороты делала. Муж ты делала? Я снимала их, она опять, по крайней мере, муж изменился до неузнаваемости. Настолько солнечный, добрый, чистый человек был. Осуждал коллег за измены. У нас, правда, и до нее не все хорошо. Дети не появились. Муж бесплоден, экая не решилась. Хотелось естественным путем. Хотелось бы все исправить, но у нас окончательно испортились отношения. А муж сблизился с ней за то время, пока я не подозревала ничего. Я сейчас выстроил между нами стену. Хочет уйти. Как спасти ситуацию? Хотела обратиться к психологу, работающего с треугольниками. Но не знаю, кому у них разные методики. Не отпускать или выгнать сначала. Остановилась вроде на Виктории Власовой, Дмитрии Норма. Что такое? Я должен для вас... Что с вами? То есть вы что делаете сейчас? Я должен выбрать для вас психолога? Вы не офигевшие люди вообще? Что с вами вообще происходит? У вас все за дурня в голове? Вы что, бабку нашли, которая будет вам погадай или как? Вы вообще... Я в шоке. Ставите вот так фотографии вашего мужа и говорите... Вы вообще ученик школы или нет? Напишите мне. Я вам дам технику, если вы ученик школы, как сделать так, чтобы муж не ушел. А то я здесь сейчас на людях расскажу. Вы попривораживаете там, кого нужно и кого не нужно. Знаете? А если вы не ученик школы, то тогда я не дам. Потому что очень сильный метод такой. Треугольники. Ужас какой. Подскажите, в трейдинге получится у меня заработать деньги или мне лучше туда не соваться? Потеряйте деньги, не заработайте ничего. Все плохо будет. Чем можно вымоливать и так же, я вы кажу, что ридных детей? Конечно. А в же... А в же... Я желаю вам здоровья. Приглашаю вас на завтрашний семинар, который называется Садхана. Там я буду читать мантры. Я сейчас прочитаю, какие мантры будут. Садхана. Мантры будут... Я проведу 11 обрядов. Это обряд появления у человека доброты, появления благополучия, появления любви, появления длинной жизни, появления фортуны, появления порядка, появления радости, появления славы, появления физической силы, появлению энергии, появлению защиты. а также после выполнения обряда, появления доброты, благополучия и так далее, будет специальные мантры, которые этому посвящены. Допустим, для доброты это Для благополучия Для любви Для длинной жизни Для фортуны Для порядка Для радости Для славы Для увеличения физической силы Для запуска энергии в жизни Для защиты То есть эти мантры мы все вместе почитаем, также я проведу обряды подключения или прямую передачу качества, качества славы, качества доброты, как в песне поется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется, и тогда наверняка вдруг запляшут облака. То есть когда мы завтра будем все вместе читать мантры, то вы сможете быть хотя бы приблизительно такой же благополучный, как я, ну хотя бы на это настроиться. Такой же веселый, как я, такой же радостный, как я, такой же любимый, как я и так далее. Почему я этого мудряю сделать, и у меня получается, я счастливый человек. Тьфу, тьфу, тьфу. А, на меня бесполезно воздействовать. Почему? Потому что я как змей горыны, знаете, у которого... Смерт-то его где, Алёнушка? А смерть-то его, Иванушка, находится в игле, а игла-то в яйце, а яйцо-то в утке, а утка-то... А утка-то она в зайце, а заяц в лисе, а лис в волке, а волк в медведе, а медведь на горе, а гора в сундуке. Понятно. Поэтому, где или как можно повлиять на дуйко? Надо найти иголку. А это нереально. Это лабиринт и фауна, знаете. Вас заставим улыбнуться. Ой, даже приятно. Вы меня можете заставить улыбнуться следующим образом. Поставьте прямо сейчас, вот там внизу, лайк. Поставьте лайк. А также нажмите на кнопочку подписаться на мой канал. Потому что я стараюсь давать много полезной информации. И делаю это с чистым сердцем и совершенно искренне. На завтрашнем вебинаре или подобные другие можно приходить, если проходил только первую. Не можно, а нужно. И тем, кто первый, кто не проходил первую. Это всем полезно. Это сонастройка с тем человеком, которого вы, может быть, видите, которому доверяете, можно сказать. Соседи лезут все время на наш забор. Поможет, если я забью осиновое коле? Поможет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо огромное за все. Пожалуйста. Муж находится в тюрьме. Что сделать, чтобы отпустили? Используйте метод, который называется практика работы со свечой. Из первой ступени эзотерической школы Кайлос. Пусть в вашей жизни все получится. Пусть в вашей жизни все получится. Все будет хорошо. Тем людям, которые пишут гадости, я хочу сказать. Пишите на здоровье. Чем больше гадости вы будете писать против меня, тем я буду еще более здоровым, молодым, красивым. Тем больше у меня будет в семье любви, тем больше у меня будет энергетической силы. Поэтому, что же вам сказать. Старайтесь. Старайтесь. Я уважаю все, что вы делаете. Я отношусь с этим с уважением. Буду ли я вам когда-нибудь мстить и так далее? Зачем? Вы делаете для меня добро. Вы делаете для меня добро. Мне нравится то, что вы делаете. Поэтому делайте на здоровье. Пусть у вас получается. Можете писать где угодно, что я какашка и демон и так далее. Пусть будет так. Пусть. Дело в том, что это мне не мешает делать людей счастливыми. Мне это не мешает делать людей здоровыми. И мне это не мешает помогать людям становиться богатым. Еще раз большое спасибо, друзья. Приглашаю вас на завтрашний семинар, который называется Садхана. Приходите. Буду ждать. Будет интересно. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...